Красота среди бегущих. В горнолыжном центре на озере Банная во второй раз состоялись летние гонки в собачьих упряжках. Стальной рубеж преодолело около 70 участников из разных регионов Урала и Поволжья. На старт они выходили вместе со своими хвостатыми питомцами. С некоторыми четвероногими познакомилась наша съемочная группа. Лабрадоры, ротвейлеры, овчарки – такое количество пород вместе – большая редкость. С минуты на минуту четвероногие выйдут на сцену для участия в параде, а пока получают свою порцию ласки. Среди прочих, огромными размерами выделяется Ньюфаундленд Рио. Массивный пес вряд ли составит конкуренцию лохматым гонщикам на трассе, зато ему нет равных на воде. Собака, в общем, достаточно спокойная. Собака не самая скоростная. Но все, что связано на воде, любые команды, это достаточно даже сложно, это намного сложнее, чем на суше. То есть, все послушание только на воде. Не хочется. Да, мы ушли в режим сохранения энергии. Перед стартом каждая собака проходит осмотр. Судья проверяет наличие электронного чипа. Он нужен, чтобы исключить подмену четвероногого на трассе. Ветеринар оценивает состояние здоровья. Я смотрю на целостность подушечек, на отсутствие явных признаков заболевания у собаки. Выделение из носа, из глаз. Тринадцатый наличие прививок. Хвостатые спортсмены со своими хозяевами соревнуются силами в трех дисциплинах. Скутер, байкджоринг и коникросс. Начали с гонок на самокатах. Магдагорец Павел Агапов и его верный друг Коди в прошлом году дебютировали и заняли третье место. Не подвел питомец и на этот раз. Пара преодолела дистанцию вторыми, уступив три минуты гостям из Тюмени. У нас старт был немножко такой, перенервничали. Но потом пёс вошёл в ритм. Тяжело было в первую гору подниматься. Крутой склон. Там, конечно, я бежал, помогал. Ну и Коди у меня тащил тоже молодец. По хвалу заслужил и пёс Найт. Стальной рубеж он преодолел впервые. Унял бушующую энергию и показал неплохой результат. Пара из Челябинска участвовала в дисциплине байкджоринг на велосипеде. Трасса очень тяжёлая для нас, в Челябинске, потому что у нас такой трассы в Челябинске нет. Эта трасса, с которой мы тренируемся, она более пологая, равнинная. Здесь очень крутые подъёмы. Нам они дались тяжело, мы были не готовы к ним. Пришлось переходить с велосипеда на бег, на шаг. Но всё же главное – финишировать. По грунтовой дороге сквозь гущу берёзового леса. Путь гонщиков был усыпан крутыми поворотами, спусками и водными преградами. И так на протяжении трёх с половиной километров. У нас, опять же, трасса очень сложная с одной стороны, с другой стороны она безопасная. Немножко нам дождик её смочил, поэтому она стала такая рыхло-мягкая. Именно из-за трассы едут. У нас в округе нету нигде трасс с подобным рельефом. То есть здесь сочетаются как горные типы рельефа, так и равнинные типы рельефа. У нас есть вода на трассе, наш ручей любимый. Есть крутые подъёмы с камнями, с корнями. Есть затяжные спуски. Самыми зрелищными стали массовые старты. Здесь главным было не запутаться и добежать до финиша. Стальной рубеж объединил около 70 спортсменов из разных регионов Урала и Поволжья. В большинстве представители Челябинской области. Победители определили в каждой дисциплине. Они получили призы и путёвку на битву регионов. Эти соревнования пройдут осенью. И не исключено, что вновь у подножия горных склонов Башкирии. Ольга Сухоплюева, Дмитрий Федотов, информационная служба, Медиагруппы Знак.